Не пойдет, так не финиширует. Мы ее так замучили, эту больницу. Поэтому еще раз, графики должны быть, вот прямо уже почасовые должны быть, посуточные графики, что вы когда делаете. И решения уже на сегодня должны быть все приняты. Вы прицеливаетесь все. Дело в том, что строители планируют разобрать уже готовый технический этаж. И это за несколько недель до сдачи объекта. Изменения в системе вентилирования не позволяют ни на одном этаже, ни в одном помещении довести до ума потолок. Более того, кое-где под лесную конструкцию придется опускать ниже на 30 сантиметров. Мера вынужденная, объясняет гендиректор компании-подрядчика. Нормы поменялись. Сейчас мы дополнительно демонтируем воздуховоды, которые уже были проложены. Переносим в другое место. Это относительно для удаления, подпора воздуха, которого не было в первоначальном проекте. Вот только из-за этого, переделки. Так бы объект готов был уже в 2013 году. Мы готовы были сдать. И контракт у нас был такой. В помещениях пылятся коробки с мебелью. Оборудование тоже закупили. В каких-то помещениях уже установлена сантехника. Здесь осталось собрать мебель. Но не стоит забывать о том, что все еще нужно отмыть от строительной пыли. А на это тоже нужно время. Которого остается критически мало. Станислав Гребенщиков поставил суровые рамки. Тянуть с объектом больше нельзя. Будем ориентироваться, наверное, думаю, на окончательное, на 25-27 декабря, чтобы не обмануться. Работа проделана, конечно, колоссальная. Тяжелая, ручной здесь крайне много. Поэтому реконструкция, вообще этот процесс очень сложный. И я в очередной раз говорю, я не одобряю непродуманные решения. Но они были, эти решения приняты. Поэтому наше дело с вами довести до логического заключения и отдать объект в эксплуатацию. Морозы помешать оставшимся работам не должны. В стационар провели отопление. Денис Уонас, Артем Колесников, Антенна-7.